Сильнейшие каратисты всех возрастов из 20 регионов страны встретились на татами в Новосибирске. В регионе завершились традиционные 15-е по счету всероссийские соревнования Кубок Покрышкина. О том, как это было, в сюжете моих коллег. Больше 1300 спортсменов, 5 татами и 2 соревновательных дня. Кубок Покрышкина проходит с традиционным размахом. Это один из двух главных стартов для каратистов в Новосибирской области и самый крупный во всей Сибири. Уровень спортсменов здесь достаточно разный, но основная масса – это, конечно, люди, которые приехали за медалями, это люди, которые попадают в рейтинги своих собственных регионов. Соответственно, это лучшие спортсмены, представленные от своих регионов. Большинство – это лидеры своих регионов. На татами выходят не только лидеры, но и совсем юные спортсмены. Младшая возрастная категория на Кубке Покрышкина от 8 лет. Дебют на таком серьезном турнире – огромный опыт для начинающих каратистов. Охват возрастной абсолютно уникальный. От самых маленьких начинающих каратистов до зрелых спортсменов, которые представляют честь страны, поднимаются на самые высокие пьедесталы. Организация всегда на высоком уровне. Мы выбираем лучшие спортивные сооружения в Новосибирской области для проведения столь массового, столь престижного турнира. Министерство спорта Российской Федерации дало этому турниру статус отборочного. Соревнования проходят сразу в нескольких дисциплинах каратэ. Первая привычная для зрителей кумите – традиционный спарринг с демонстрацией ударов, но без полного контакта. Более экзотический вид кота – это демонстрация техники спортсменам по одному или в группе. Всего на Кубке Покрышкина разыграно 58 комплектов медалей. Применяется олимпийская система с утешительными боями. В общем-то считается олимпийской. На самом деле одна из самых объективных. Спортсмены, проигравшие финалистом, имеют возможность между собой побороться за третье место. И так у нас получается первое, второе и два третьих места. Особенное внимание к каратэ теперь приковано и потому, что единоборство включено в олимпийскую программу. Новосибирская область здесь имеет своих кандидатов на поездку в Токио в 2020 году. Во многом благодаря опыту больших турниров, таких как Кубок Покрышкина.